Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Открытый диалог» в студии Раду Гурдиш. Сегодня у нас в гостях начальник управления образованием Люберецкого района Бунтина Виктория Юрьевна. Виктория Юрьевна, здравствуйте! Добрый день! Я считаю, что начать наш диалог уместнее было бы с того, с обсуждения вопроса, связанного с тем, какие изменения появились у нас в системе образования с начала учебного года. Что касается 2014-2015 учебного года, конечно, принес этот учебный год нам немало изменений. Одно из самых основных и таких приоритетных для решения – это принятие новой программы муниципальной, которая называется сейчас «Развитие образования и воспитания» в Люберецком муниципальном районе на период 2015-2019 годов. Программа долгосрочная и вмещает в себя буквально каждый аспект из сферы образования. Будь то дошкольное образование, будь то общее образование и дополнительное образование детей. В эту программу вошли самые главные задачи, которые предстоит решить всем участникам и образовательного процесса, всем лицам, заинтересованным в развитии сферы образования. Здесь есть вопросы и строительства новых учреждений образования. Здесь есть вопросы заработной платы сотрудников, в том числе педагогических работников по всем направлениям в образовании. Есть вопросы, связанные с воспитанием, с военно-патриотическим подходом к делу. Есть вопросы, связанные со здоровьем и сбережением. Конечно же, много внимания в программе муниципальной уделено вопросам обеспечения безопасности функционирования образовательных учреждений. Каждый пункт, каждое мероприятие программы, конечно, я сейчас не назову. Программа объемная, она масштабная. Я думаю, что начав ее реализовывать с 1 января 2015 года, у нас обязательно будут в связи с поручениями и губернатора Московской области, и президента Российской Федерации, вноситься будут коррективы в эту программу с учетом государственных программ, принятых на уровне правительства Московской области, на уровне, конечно, Российской Федерации. Будем следовать, в общем-то, в духе времени и своевременно реагировать на все эти изменения. Это самый, наверное, пожалуй, такой глобальный аспект, который привнес новое в сферу образования. А непосредственно с 1 сентября 2014 года, то есть с начала нового учебного года, в дошкольное образование пришел Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. И, как я сказала, с 1 сентября все наши 59 дошкольных образовательных учреждения реализуют этот новый стандарт, внедряя новые методики преподавания. На 1 сентября были разработаны все образовательные программы, утверждены, рассмотрены они были на педагогических советах. На сегодняшний день приобретено оборудование, которое позволит нам развить предметно-пространственную среду, развивающую среду для наших дошкольников. Это очень важный момент. Раньше такого в дошкольном образовании не было. И в связи как раз с внедрением новых стандартов в рамках субвенции, которая выделяется, это денежные средства Люберецкому муниципальному району, эта субвенция выделяется в первую очередь на заработную плату, но в том числе есть средства и на учебные пособия, на методические материалы, на игрушки для детей дошкольного возраста. И эти средства позволили нам к началу нового учебного года приобрести и обновить, в общем-то, развивающую предметно-пространственную среду во всех детских садах. Мы приобрели оборудование на сумму более чем 18 миллионов рублей. Это очень даже неплохое подспорье. И очень важно понимать, что все методические пособия и все игрушки, которые были закуплены, они соответствуют возрасту, они соответствуют той образовательной программе, которая принята в конкретном детском саду. Важно ведь приобрести для использования все эти материалы. Не для того, чтобы на полках в детских садах пылились эти игрушки, конечно, а чтобы ребенок мог играть с этой игрушкой, обнять ее где-то, прижать к себе. Для дошкольника очень важно, конечно, вот именно такой момент общения с игрушкой. Конечно, мы приобрели и такие пособия, как лого-конструирование. Есть конструкторы развивающего направления, учебные пособия. Все это важно для дошкольника современного, который, конечно, развивается много быстрее, чем несколько лет тому назад дети в детских садах. Вот это, пожалуй, тоже у нас такой момент новизны присутствует в образовании. Но новый стандарт, он почему сейчас уже внедряется вот настолько активно? В соответствии с федеральным законом образования в Российской Федерации, дошкольное образование стало первой ступенью общего образования. Если раньше дошкольники несколько были в стороне, то на сегодня это первая ступень общего образования. Это очень важный момент, потому что через образовательную программу детского сада, дошкольного учреждения выстраивается дальше работа начальной школы общеобразовательного учреждения. Необходимо в обязательном порядке предусмотреть преемственность всех этих программ, чтобы ребенок смог легко перейти от одной ступени обучения к другой. И если раньше, до 2011-2012 годов, мы реализовывали федеральные государственные требования, был такой документ, утвержденный на уровне Российской Федерации, и он предусматривал требования к знаниям ребенка, к результатам его деятельности, то на сегодня полностью это понятие ушло, и предъявляются в первую очередь требования к условиям обучения ребенка. К условиям. А условия, как я сказала, мы пытаемся создать всеми возможными способами от учебников, от игрушек, и заканчивая в целом укреплением материально-технической базы дошкольных учреждений. Мы ремонтируем группы, вкладываем средства, приобретаем новое оборудование, мебель и так далее. Уделяем большое внимание технологическому оборудованию на пищеблоках. Это тоже очень важно, потому что питание детей напрямую зависит со здоровьем ребенка. И, конечно, этому вопросу также мы не оставляем его без внимания. Если получается, что требования к школьникам, к дошкольникам, теперь отошли немножко на второй план, и сейчас ставятся в приоритет условия для получения того же образования, не получится ли так, что дети, находясь в хороших условиях, ну, допустим, будут возникнуть какие-то другие факторы, дающие плохую оценку, допустим, в учебе? Нет. Ведь условия – это одно из требований, да? За условиями следует реализация образовательной программы. А образовательная программа, конечно, вмещает в себя и определенные аспекты обучения, воспитания, развития ребенка. То есть эти условия как бы дополняют и помогают? Обязательно. Это платформа, это фундамент уже к получению необходимого объема знаний ребенка. Но я хотела бы сказать о том, что разница, опять же, требований и нового стандарта еще и в том, что мы ушли от шкалиризации так называемой, когда родители, ну, и воспитатели в детских садах основным требованием для себя как бы предусматривали подготовить ребенка к школе. Вот этого сейчас нет. Сейчас школа готовится к встрече с ребенком. И школа также на начальном этапе, потом в основной школе, создает условия для того, чтобы ребенок чем более безболезненно попал уже в школьную среду, тем лучше. То есть получается, что сейчас дошкольное образование и дополнительное образование, они как бы вкупе, получается, готовят ребенка уже к школе? Конечно. Интеграция дополнительного образования у нас осуществляется не только на базе общего образования, но и в детских садах. К сожалению, мы не имеем достаточного финансирования, чтобы из местного бюджета ввести много ставок для дополнительного образования детей. Но они имеются и в достаточном количестве под реализацию определенной образовательной программы. Но родители, очень многие, высказывают свое желание организовать платные образовательные услуги на базе дошкольного учреждения, дабы ребенка своего не возить на курсы, на дополнительные какие-то занятия, в другие муниципальные образования, может быть, в Москву и так далее. Поэтому на базе детских садов, где существуют и успешно, в общем-то, работают дополнительные площади, есть возможности, опять же, есть условия, такие занятия организуются, но вне образовательной программы, уже после обеденное время, после выполнения стандартных требований. Также вот сейчас вы говорили о том, что, значит, закупается новое оборудование, более технологичное, более современное, для того, чтобы, ну, осваивать материал уже, следуя современным стандартам. Скажите, учителя, педагоги готовы ли работать с таким новым оборудованием? Это очень хороший вопрос. И, конечно же, подойти к проблеме обучения современного ребенка с современным оборудованием необходимо, прежде всего, иметь кадры, обученные и подготовленные к этой работе. Все наши педагоги, которые работают в детских садах, на сегодняшний день прошли курсы повышения квалификации по новым стандартам. У нас стопроцентный охват в этом направлении. И этот же процент, стопроцентный, 100% наблюдается среди руководителей детских садов, среди заведующих. Любой руководитель, который сегодня приходит в сферу образования, должен быть готов к встрече с этими стандартами, а не обучившись, не получив дополнительного образования, конечно, невозможно организовать, развернуть эту деятельность. Теперь перейдем к безопасности, о чем, опять же, вы говорили. Как сейчас обстоят дела у нас с безопасностью в школах и детских садах? Безопасные условия функционирования образовательного учреждения – это главная наша задача. Нет ничего важнее, чем сохранение здоровья и жизни ребенка, когда он находится на учебе или на воспитании. Когда родители уезжают на работу, и они должны быть спокойны абсолютно за то, что ребенок не будет подвержен никаким либо экстремальным ситуациям. Поэтому в районе многие годы этому вопросу уделяется огромное значение. Во всех образовательных учреждениях, во-первых, введены ставки заместителей директоров или заместителей заведующих по безопасности. Этот человек выполняет ряд очень важных функций, организует взаимодействие с такими структурами, как Госпошнадзор, Роспотребнадзор, антитеррористическая комиссия, все структуры, которые, УВД, МВД, все, что связано с безопасностью. В каждом образовательном учреждении установлено и функционирует, и ежедневно проверяется на предмет функционирования благополучного кнопка тревожной сигнализации. С 1 января очень важное такое событие произошло для сферы образования, и мы считаем это очень правильным решением со стороны главы Владимира Петровича Ружицкого. Решение было принято в отношении оплаты за физическую охрану в образовательных учреждениях. Конечно, поднимался вопрос в первую очередь о школах, чтобы специализированная охрана находилась в школах. Но было принято решение на уровне администрации администрации обведения такой физической охраны и выделения финансовых средств в детские сады в том числе. Выделены были очень даже большие суммы средств, около 55 миллионов на все образовательные учреждения. И с 1 января по заключенным контрактам, договорам, физическая специализированная охрана, сотрудники которых имеют лицензию на право введения этой деятельности, находятся в наших учреждениях. Поэтому финансирование сегодня осуществляется не за счет родителей, как это было в прежние годы, а именно за счет средств Люберецкого муниципального района. Произошла такая ситуация со СНИЛСами. Обязали всех школьников срочно их получить, так как нужно будет сдавать экзамены. Так ли это? Так. На самом деле, именно с наших выпускников и начались все вопросы к пенсионному фонду. Ну и, соответственно, эти вопросы из пенсионного фонда перекочевали в сферу образования, в управление образованием в том числе. Да, такой документ, как страховой номер индивидуального лицевого счета, СНИЛС мы говорим, аббревиатуру этого документа, потребовала региональная база данных для выпускников, которые сдают государственную итоговую аттестацию или единый государственный экзамен, соответственно, в 9-х или в 11-х классах. Когда этот факт стал нам известен, мы запросили документ в семьях, но в некоторых семьях его просто не оказалось. Как-то вот не придали значения, наверное, вовремя родители. И поэтому все выпускники, а у нас их немало, если в 9-х классах мы говорим 2032 ребенка, а в 11-х классах это 1183 выпускника, более 3000 родителей сразу направились в пенсионный фонд для получения необходимого документа. Конечно, это вызвало негодование, где-то непонимание, почему именно одномоментно пришло столько народу, когда в течение года можно размеренно два раза в неделю подать документы и забрать уже готовый документ. Мы встретились с представителями пенсионного фонда и проговорили все эти вопросы, каким образом мы будем поступать в отношении и остальных классов, остальных детей в детских садах, потому что мы тоже организуем эту работу. На сегодня все СНИЛСы для 9-классников и для 11-классников получены. Очень оперативно пенсионный фонд сработал. Спасибо огромное просто всем сотрудникам, которые вошли в ситуацию, поняли ее, потому что база региональная для ЕГЭ и для ГИА закрывалась прежде 1 февраля, и буквально на днях стало известно, что продлены сроки до 1 марта, но были все документы изготовлены вовремя. И мы сегодня уже занимаемся планово, по определенному графику, со всеми остальными возрастами. Работают директора, централизуют эту работу у себя. Ответственное лицо назначается, собираются документы по желанию родителей, конечно, по желанию. Там, где есть потребность получения этого документа, потому что некоторые родители уже сами получили. И, соответственно, в определенный день по графику ответственное лицо приходит в пенсионный фонд, отдает документы, назначается срок получения всех СНИЛСов, и назад мы уже имеем готовый документ. Необходимо, конечно, было предусмотреть эту работу раньше, до того, как наши выпускники пошли. Но если бы мы знали, что база потребует этот документ раньше, в предыдущие годы, этого требования не было. То есть от многих факторов, конечно, это все зависело. Я думаю, что наши жители уже знают, в чем была причина. Ну и тем более, если уже пошел такой конвейер в правильную сторону, то, видимо, уже такого больше не повторится. Нет, конечно. Я думаю, этот вопрос уже урегулирован. Ну, Виктория Юрьевна, раз мы уже затронули тему, касаемо ЕГЭ, то хотелось бы ее продолжить. Что нового появилось в сдаче ЕГЭ? ЕГЭ 2015 года претерпел ряд изменений и нововведений. Но прежде всего появилось итоговое сочинение. По поручению президента Российской Федерации в декабре 2013 года это пожелание было высказано, что литература, русский язык, эти два предмета должны сопровождаться сочинением. Дети на самом деле не умеют рассуждать, не умеют писать. Я в этом полностью согласна. И вот такая форма работы с выпускниками была предусмотрена для выпускников 2015 года. Итоговое сочинение является допуском, своеобразным допуском к итоговой аттестации. Без сочинения. Или если это ребенок с ограниченными возможностями здоровья, или инвалид ребенок, и он желает сдать в упрощенной форме, то допускается форма изложения. Вот для детей, выпускников текущего года, то есть 2015, было проведено такое итоговое сочинение 3 декабря 2014 года. Сдавали все выпускники 1183. И, к сожалению, 20 ребят получили незачет. Форма оценки именно такая была. Зачет или незачет. Здесь зависело тоже от многих факторов. Прежде всего, это объем. Объем должен был превысить 350 слов. Если наблюдалось меньше объем, и были грубейшие грамматические, либо содержательные ошибки в тексте, то ставился сразу незачет. И вот таких у нас, ребят, оказалось 20, которые не справились с работой. Но для такой категории выпускников, либо для выпускников прошлых лет, которые не успели 3 декабря записаться на итоговое сочинение, а желающие пройти единый государственный экзамен в 2015 году, для тех ребят, которые вернулись со службы вооруженных сил и так далее. Ну, ряд, например, выпускников, которые получили справку, когда обучались в школе, а теперь желающие издать ЕГЭ, для них был предусмотрен еще один день, 4 февраля. 4 февраля уже 2015 года. Мы, как управление образованием, собрали весь этот материал по количеству, по статистике, желающих принять участие на 4 февраля, и организовали получение контрольно-измерительных материалов, организовали пункты проведения экзаменов для итогового сочинения. 4 февраля написали это сочинение 30 человек. Почему не 20, а 30? Потому что к ним 10 человек примкнули, как я сказала, выпускники прошлых лет или получившие справки. К сожалению, из этих 30, опять 3 ребенка не справились с работой. И последний шанс дается этим ребятам пересдать сочинение и получить все-таки допуск за счет государственной итоговой аттестации 6 мая. ЕГЭ мы сдаем в 2015 году по 14 предметам. 14. В прошлом году их было столько же. Мы не считаем, например, предмет французский, никто не вызывается на него испанский. Нет пока потребности. Если будет, мы готовы их организовать. Два предмета являются обязательными. Русский язык и математика. Без получения определенных баллов минимальный порог нужно преодолеть по этим новым предметам, чтобы получить аттестат за курс среднего полного общего образования. Русский язык единый, имеет форму для всех. А вот математика с 2015 года делится на два уровня. Это базовый уровень и уровень профильный. Базовый уровень – это математика для жизни. Если нет потребности в этом экзамене при поступлении в ВУЗ, а просто нужен аттестат, а ребенок перейдет на филологическое направление, математика не нужна, достаточно сдать базовый уровень. Что касается профильного предмета, то, конечно, будет здесь представлен спектр задач углубленного характера. Здесь нужно будет, конечно, поработать для того, чтобы получить балл повыше и, соответственно, зарекомендовать себя как уже будущий абитуриент высшее учебное заведение. Вот такое у нас новое введение. Кроме этого, по иностранным языкам, как по английскому, так и по немецкому. Кстати, у нас один выпускник будет сдавать немецкий язык, хотя английский, наверное, такой основной язык во всех общеобразовательных организациях. Появилась устная часть. Если раньше было только письменное тестирование, включающее в себя как знание текста, знание лексики, знание грамматики, то на сегодняшний день выходит еще, так же как основным критерием, аудирование, то есть умение говорить. Коммуникативный навык будет учитываться, это очень тоже важно. Если молодой человек, девушка, изучает язык иностранный, то для чего? Не только для того, чтобы читать и писать, да, со словарем переводить, но для того, чтобы прежде всего общаться. Выездов много за рубеж, сейчас у нас есть такие огромные возможности, и когда мы выезжаем, конечно, международный язык английский должен быть в ходу, и элементарный навык, конечно, должен быть у каждого выпускника 11 класса. Так вот, устная часть, которая введена на сегодняшний день, она позволяет набрать выпускнику 20 баллов. А письменная часть 80 баллов. То есть, ну, вкупе 100 баллов, да, надо понимать, что если выпускник собирается связать свою судьбу с языками иностранными, с филологией, да, где будет профилирующим иностранный язык, ему нужно набрать, конечно, больше, чем 80 баллов. И от устной части ему уже никаким образом не отказаться. Вот. Поэтому на устную часть сегодня у нас заявились 185 ребят. То есть мы уже понимаем, да, эти дети пойдут у нас в вузы с филологическим направлением. Вот такое нововведение у нас имеется. Ну, и, пожалуй, ну, такие основные моменты, наверное, вот они все, все, что касается ЕГЭ. Так, кардинальных изменений у нас не предусмотрено. Все, что связано было с безопасностью, с видеонаблюдением, установленным еще в прошлом году, в прошлом учебном году, эти требования все сохраняются. Все наши пункты проведения экзаменов выведены на общий пульт так называемый. И региональный центр обработки информации в Московской области, ну, и на федеральном уровне в том числе, имеет возможность в любой из дней проведения единого государственного экзамена подключиться к определенному пункту и посмотреть, чем живет школа, гимназия, лицей, как сдаются экзамены, есть ли помощники, таковых быть не должно ни в коем случае. Сегодня мы определили уже 10 учреждений как пункты проведения экзаменов. Нам этого достаточно для более чем тысячи выпускников и выпускников прошлых лет. Но все работы подготовительные завершены до 1 марта. Если еще кто-то заявится из выпускников прошлых лет для сдачи ЕГЭ в этом году, мы готовы принять эти заявления непосредственно у нас в управлении образованием. А в целом сегодня мы уже констатируем тот факт, что ждем расписания официально утвержденного, предварительное расписание уже есть и начнем эту работу. Но вот что касается расписания, конечно, удивительно было, предварительно это расписание на сайте уже размещено. Первый экзамен, география и литература, мне думается, сдают выпускники 25 мая. Это понедельник. Как правило, 25-й у нас последние звонки всегда. Ну, это такая дата торжественная во все времена. 25 мая, незыблемый такой день. Мы никогда его не трогали. А в этом году, именно в этот день, выпадают два экзамена. А последние звонки мы будем проводить в субботний день, 23 мая. Может быть, это и правильно, потому что в выходной день будут родители свободны. И смогут родственники подойти, бабушки, дедушки, порадоваться за наших выпускников, на линейку прийти и поздравить своего ребенка. А уже вот с понедельника, с 25-й по 19-й июня включительно по дням расписаны все эти 14 предметов с учетом основных дней и с учетом резервных дней. Резервные дни, они предусмотрены для тех, и в том случае, если ребенок по уважительной причине не смог прийти на экзамен. Бывают, случаются и болезни, но при подтверждении справки из медицинского учреждения процесс возобновляется для этого ребенка, и мы получаем контрольно-измерительные материалы на другой день по расписанию. Ну что ж, Виктория Юрьевна, у нас, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Очень приятно было сегодня с вами пообщаться, узнать много интересного. Большое вам спасибо, что вы нас сегодня посетили. А вам, дорогие телезрители, хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был начальник управления образованием Люберецкого района Бунтина Виктория Юрьевна. Я с вами прощаюсь. В студии был Раду Гурдиш. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова